Андрей Колесников, Знание сжато. Закончу рассказ о книге Марии Шараповой «Неудержимая моя жизнь». Предыдущее видео по ссылке внизу. В возрасте 15 лет Маша начала выигрывать и выигрывать постоянно. Ее подача открыла для нее золотую эру, один из лучших периодов в карьере. Но потом Шараповой придется дорого заплатить за эту подачу. За ту колоссальную нагрузку на плечо. Маша всегда верила в то, что тренировки должны быть тяжелее, чем реальная игра. Только так можно победить. И в этом случае сам матч кажется вам чем-то похожим на обдель. И в этом мире ты тренируешься не для одной игры, одного турнира или даже одного сезона, но для всей карьеры. Жизнь профессионального игрока в теннис у Маши началась в 2001 году. Вскоре после того, как ей исполнилось 14. Началось все с юниорских национальных турниров. А потом Маша дошла до юниорских турниров «Большого шлема». В турнире VTA она впервые выступила в возрасте 14 лет в 2002. Ей пришлось играть с Моникой Селищ. Это был очень важный момент. Маше было 14, а Селищ только что исполнилось 28. Ровно в два раза больше. Но это все еще была Моника Селищ. Одна из лучших игроков в мире. Она выиграла 9 турниров «Большого шлема» и многие месяцы занимала первую строчку в рейтинге VTA. Маша была полностью ослеплена ее блеском. Но в какие-то моменты на корте Шарапова забывала, кто она. И просто играла в свою игру. К концу сезона девушка была шестой в юниорской классификации. Но у Маши была низкая скорость и не хватало силы удара. Чтобы компенсировать этот недостаток, надо было наращивать мышцы. Надо было мужать. В возрасте 14 лет и 9 месяцев Маша стала самой молодой участницей любого из финалов открытого чемпионата Австралии. Самый молодой игрок, когда-либо доходивший до финала. У девушки было ощущение, что она ушла далеко вперед по сравнению с тем, куда хотела попасть, что на многие годы опередила свой график. В 2003 ей исполнилось 16 и Маша наконец стала достаточно взрослой, чтобы отыграть весь профессиональный сезон. Необходимо было стать сильнее, жестче, восстановить свою координацию. Слишком много талантливых игроков тускнели в третьем сете, если не уделяли этому достаточно внимания. Сила означает внутренние резервы организма. А внутренние резервы – это все в тяжелых матчах. Отец объяснял Маше, ты должна понять, почему ты проиграл. Должна постараться определить, что именно пошло не так. А после того, как ты это определишь, ты должна напрочь забыть об этом. Сначала ты должна вспомнить, а потом забыть. Вспомнить, забыть. Вспомнить, забыть. В этом случае, если ты опять окажешься в подобной ситуации, ты попытаешься использовать тот же самый дурной шанс, но на этот раз он сработает. Летом Маша была уже 47-й ракеткой мира. Шарапова здорово кричала, когда била по мячу. Так сильно, что в конце матча кто-то на трибунах издевался, выкрикивая громче. А Маша даже не замечала этого. Крик поднимался откуда-то из глубины, сталкивается с мячом и управляет им так же, как и ее удары справа и слева. Но крик стал превращаться в некую проблему. Маша добралась до второй недели у имблдона, что для 16-летней девочки было колоссальным достижением. Свой первый профессиональный турнир девушка выиграла в сентябре. Это был открытый чемпионат Японии. Ее назвали новичком года по версии WTA. В профессиональном теннисе существует очень короткое межсезонье. Для женщин этот период с конца октября до подготовительных турниров, которые предшествуют открытию чемпионата Австралии в январе. А если говорить о действительно свободном времени, то этот период, который продолжается два месяца. С Хэллоуны до Рождества. В 2003-м Маша провела эти два месяца в Лос-Анджелесе, работая с Робертом Лансдорпом. Практически каждый день необходимо было закрепить все, что наработало в сезоне. Улучшить каждый элемент игры, пусть и чуть-чуть. Кроме того, надо было стать сильнее, гораздо сильнее физически. Теперь Шарапова играла против взрослой женщины, хотя во многом сама оставалась еще ребенком. Худенькие руки, ноги. Может быть ей было 16 лет, но выглядела она на 12. Тренер говорил Маше, руки сами знают, что делать, даже если мозг колеблется. Шарапова лучше всего воспринимала именно такой метод коучинга, который она называла минималистским. Коучингом без коучинга. Чем меньше, тем лучше. Это одна из причин, почему Маша так хорошо работалась с Ландорпом. Его божеством был удар. Если вы спрашивали его перед игрой о том, какую стратегию он выбрал конкретно на этот матч, он обычно отвечал, у меня одна стратегия, бей до победного конца. Профессиональный годовой теннисный цикл состоит из целой серии этапов. Начинаешь в Австралии, потом в конце декабря, в начале января играется пара турниров. Эти соревнования готовят вас к первому турниру большого шлема в году, который проходит в Мельбурне. 2004 оказался одним из лучших в карьере Маши. Она стабильно поднималась в рейтинге и объем продолжался. Со временем девушка выработала свой собственный метод лечения от проблем. Шоппинг-терапию. Когда кажется, что тебе необходима встреча с психиатром, пойди в магазин и купи вместо этого пару обувь. И если это хорошая обувь, то все твои терзания испарятся. Зачем платить 300 долларов на какую-то никчемную беседу с психиатром, говорит Маша, когда можно за эти же деньги стать обладательницей отличной пары туфель, которые сможешь наслаждаться потом каждый день. Каждый раз, когда тебя сбивают с ног, ты должна подняться с улыбкой. Как будто хочешь сказать, ах это, это так, ерунда. Маше предстояла игра с сиреной. Сирена ведет себя так, как будто она единственный игрок на корте. Единственный человек, с которым приходится считаться. А ты, ну а ты просто кочка на ее дороге. У многих великих игроков именно такой образ мышления. А у сирены Уильямс он же просто зашкаливает. И лучший способ вести себя с такими людьми, это выдержка, сводящая с ума выдержка и царственное спокойствие. Это просто выносит им мозг. И Маша поняла, что если будет продолжать работать, то сможет приблизиться к уровню сирены. Для Маши эта первая игра с сиреной Уильямс была встреча со страхом. Это свойственно чемпионам. Они в какой-то степени рассчитывают на ваш страх перед ними. Их защищает некий пузырь. Проткни его и все станет возможным. Еще в 2004-м Маша безответно влюбилась. В Феррера было 23, а в Маше 16. Но сердцу не прикажешь. И тут возникла серьезная проблема. У Хуана Феррера была девушка. Маша ходила за ним, как потерянный щенок. И Шрапова благодарна ему за то, как он вел себя с ней нежно, серьезно. Ни разу не заставил почувствовать себя кем-то, кроме взрослой и привлекательной женщины. Хотя при этом мягкая, свойственная ему манера дал понять, что отношения между ними невозможны. Еще одна особенность профессионального сезона. Как бы плохо вы себя не ощущали, впереди тебя ждет еще один турнир. Еще один шанс собраться. Еще одна возможность искупить грехи. Ты закрываешь одну страницу и открываешь новую. Ты выбрасываешь все из головы и вновь забиваешь себе голову. Когда ты играешь в большом турнире, то присутствие рядом двухлетнего малыша это просто дар небес. Он интересуется всем и в то же время ничем не интересуется. И вот это его заинтересованность, счастливая незаинтересованность. Напоминаю тебе о том, что все в конечном счете, эти твои потуги это пустые хлопоты. Есть сегодняшние чемпионы, через 10 лет чемпионы станут другие. Все пройдет так, что наслаждайся жизнью. Вот что говорит тебе двухлеток. Такой образ мыслей позволяет тебе играть свободно и не напрягаясь. Маше было уже 17. Она выросла в мире тенниса, стала взрослой в профессиональном турнире. Ее жизнь только начиналась, но она чувствовала себя так, как будто было ей 100 лет. Так много уже успело случиться с ней. Столько приключений она уже пережила. Столько кризисов, взлетов, падений. Столько поворотов колеса фортуны. Хотя Маша была типичным тинейджером. Девочка, которая превращалась в женщину и совсем не была к этому готова. В тот год на Умблдоне она впервые поняла, что она, наверное, хорошенькая. Ей об этом никто не говорил. И Маша не заметила себе ничего нового. Но эти взгляды, которые смотрели на нее другие мужчины, даже те, которые казались ей жутко старыми. Неожиданно все эти 25-летние мужики стали на нее пялиться. Ей приходилось притворяться глухой и слепой. Маша вынужденно прятала свои светлые волосы, длинные ноги. Но это не помогает. Ничего не помогает и нет никакого выхода. Самое безобидное, это когда они указывают на нее пальцем и кричат «А вон Шарапова!» И все кругом замирают. Один из способов завести себя перед игрой у Шарапова был убедить себя, что это была совершенно несправедливость, а твоя миссия заключается вместе. А концентрация – это не только умение сосредоточиться на мече, это еще и умение отключиться от всего остального мира. Способность игнорировать все, кроме корта и девушки, стоящей на другом ее конце. Это же ждет, когда ее начнут двигать, как марионетку, на ниточке. Вот в Маше добралась уже до полуфинала у Эмболдона. В полуфинале она играла с Линдсей Деренпорт. Во многом они играли в один и тот же теннис. Предпочитали силовую игру на задней линии, подавали плоские низкие мячи без закрутки. И всему этому обе научились у Роберта Лансдорпа. Линдслей было 28 лет, а как-то уже начали говорить об ее уходе. В тот момент она была номер... Не была номер первой квалификации, им была Сирена Уильямс, но она была им с перерывами в течение 98 недель. Она была такая же, как Маша, только больше, сильнее, старше и опытнее. Она была такая же, но только много лучше. Маше было 17 лет, она была измотана, раздавлена. Все ее тело болело. Девушка узнала о существовании некоторых мышц, только потому, что они вопили. Силы закончились. В тот момент казалось, что просто не выиграть. А если так кажется, то и ты не выиграешь. Но Маша сказала себе, завтра у меня финал Уимблдона. Мне непозволительно чувствовать себя меньше, чем на 100% финале. И поэтому финал Уимблдона я буду чувствовать себя на все 100%. Послушай-ка, тело, сказала Маша. Завтра утром эта простуда исчезнет. И ты опять будешь здоровым. Это не просьба, это приказ. Вперед за работу. А еще я ждал противника, который будет давить больше, чем любой другой противник. В карьере. Это Сирена Уильямс. В прошлом году она выиграла Уимблдон так же, как годом ранее. Так что теперь она попытается стать первой теннисисткой после Штефе-Граф, которую выигрывает Уимблдон три года подряд. У Сирены все было поставлено на карту, а Маше нечего было терять. Вероятно, именно это давило на Сирену. Маша стала использовать силу подачи Сирены, а иногда она подавалась со скоростью 193 км в час против нее самой. И Маша победила Сирену, выиграла Уимблдон. Шарапова стала одной из самых молодых теннисистов, когда-либо выигравшей Уимблдон. Маша побежала к сетке, думала, что Сирена протянет руку и пожмет ее, но вместо этого Сирена обошла вокруг сетки и обняла Машу. На Уимблдоне проигрыш превращается в настоящую пытку, потому что это единственный турнир большого шлема, где проигравшая должна идти рядом с победительницей, когда та совершает свой круг почет. Это один из самых неприятных моментов, с которым спортсмен может столкнуться во время тура. Ты оставил всего себя на корте, надеясь победить, но каким-то образом проиграл. А теперь тебе надо стоять перед публикой или камерой, празднувая победу человека, который лишил тебе всего. Это настоящая пытка. Наличие личной кабинки в раздевалке значит, что даже не видя своего противника, ты можешь его слышать. А услышала Маша, когда вернулась в раздевалку и стала переодеваться рыдание Сирены. Головые всхлипывания, которые означают, что плачущему не хватает воздуха, которые пугают тебя. Они не прекращались ни на минуту. Почему Маше так сложно убеждать Сирену? За последние 10 лет Уильямс умудрилась приучить Шарапову. Их счет по матчам 2-19 не в пользу Маше. А вот, анализируя эту ситуацию, люди начинают говорить о силе Уильямса, о ее подаче уверенности в себе, как элементы ее игры соответствуют элементам игры Маши. И, без сомнения, во всем этом есть доля правды. Но для Маши правильный ответ остается именно в той раздевалке, где Шарапова переодевалась под рыдание Сирены. Вероятно, Сирена ненавидела Машу за то, что она тот самый тощий ребенок, который наперекор всей логики выиграла у нее Уильямблдор. И чем больше Маша думает об этом, тем больше верит, что сильнее всего она, Сирена ненавидит Машу за то, что Шарапова слышала ее рыдание. И этого Сирена никогда ей не простит. Вскоре после турнира Маша узнала, что Сирена сказала подружке, которая позже все передала Шараповой, в жизни больше не проиграю этой сучке. Если коротко, то победы портят тебя. Вместе с ними приходят всякие награды, которые, если на них правильно посмотреть, превращаются в то, чем они являются на самом деле. В разного рода ловушки, капканы, отвлекающие раздражители, деньги, слава, новые возможности. Каждая из почестей, каждое новое предложение рекламной кампании уводят тебя все дальше от игры. От победы у тебя может закружиться голова. Она может уничтожить тебя. Именно поэтому многие великие игроки выиграют только один турнир большого шлема, а потом исчезают. Они просто теряются в объятиях успеха. А ведь победа может влиять на твой мозг, что еще опаснее. Она полностью искажает твои ожидания. Ты начинаешь думать, что ты имеешь право. А если ты выиграл Уимблдон один раз, то у тебя появляется право выигрывать его каждый год. Маша была счастлива, но ей было немножко грустно. Конец приключений, конец поиска. Это всегда грустно. Ты теряешь свой настрой, цель. Должны ли мы продолжать делать то, что делали до этого? Если от нас ожидают чего-то другого, первый этап существования Маши, когда она с папой были вдвоем против целого мира, закончился. И Маша еще не знала, что произойдет дальше. Девушка никогда не планировала становиться крупным продвигателем товара и лицом рекламных компаний. Это произошло само собой. Это было скорее одним из побочных эффектов того, что она делала на турнирах, но благодаря этому она и стала знаменита. Совершенно неожиданно журналистам стал интересовать ее жизнь вне корня. Репортеры называли Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Но в жизни Марии мало что изменилось. Все тот же теннис, теннис и теннис. Все те же тренировки, тренировки, тренировки. Бей-бей, играй, разминайся, бей-бей, спи. Но неожиданно мир, тот единственный мир, который ты знаешь, наполняется недовидящими тебя девушками. Они ревнуют тебя к твоим деньгам и славе. Они хотят иметь то же самое, а единственный способ получить это победить тебя. Только выиграв во второй раз ты можешь доказать, что первая победа не была случайность. Это ощущение было для Маши новым. И оно никуда не уходило. Это называется стрессом. Маша с удовольствием приняла этот вызов. Она хотела вновь доказывать всему миру. Хотела одолеть их всех. Ей было 18. Маша была действующей чемпионкой Малдона и перед ней простиралась вечность. но начался один из ее самых лучших периодов в карьере. Те два года 2004-2005 она считает самым лучшим. Именно в этот период девушка стала первым номером мирового рейтинга. Почему Шарапова стала так хорошо играть? Это улучшение связано с растущим пониманием и принятием своей собственной игры. Впервые в возрасте 18 лет Маша стала наконец понимать как она играет. Что она может и не менее важно и чего не может. Чего же она могла? Каковы были ее сильные стороны? Маша могла сильно бить по мячу. Удар получался низкий и глубокий. Маша заставляла своих противней сбегать по корту потому что рана выходила на мяч. Она обожала отбивать подачу противника особенно вторую. Но ее золотым ударом был и остается удар слева по линии. Это ее самый любимый. Еще это внутренние резервы и концентрация. При этом этим параметром у Шараповой было преимущество. Ну а самой сильной стороной является скорее всего воля. Маша ни за что не сдается. А теперь чего она не могла? В чем были слабости? Скорость. А ее Маша человек не быстрый и не умеет быстро бегать. Понимание и принятие своих слабостей оказалось важнейшим этапом развития. Это означало, что девушка может менять игру в пользу сильных сторон и избегать своих недостатков. После стольких лет коучинга и стратегии стали совершенно необходимыми. С хорошим планом на игру Маша могла диктовать с позиции силы. Летом 2005 не за долго до начала открытого чемпионата США Маша узнала, что сбылась мечта ее отца. Шарапова оказалась номером один в мировой классификации. Новый рейтинг публикуется каждую неделю. Но Маша зациклена на турнирах большого шлема, а не на турнирах приносящих очки в рейтинге. Больше всего девушка волновала то, что она никак не могла достичь главного, выиграть второй турнир большого шлема. Он постоянно ускальзывал, и Маша постепенно сходила с ума, полагая, что все вокруг думают, ну конечно, один раз она выиграла. Это была неожиданность, везение, случайный случай, счастливый случай, да. Но может ли она победить еще раз? Вот в чем вопрос. В начале сезона 2006 это была практически единственная мысль, которая мучила ее постоянно. Первый номер классификации этого недостаточно. Надо доказывать, что она заслужила этот номер. Надо выиграть второй турнир большого шлема. Ничто не могло держать Машу, пока она не врезала стену, что случается со всеми, даже со спринтерами. Это казалось невысокое, жесткое, безжалостное, похожее на комара бельгийка Журстин Энн. Стиль игры Маши не очень подходит для соперничества с Энн. Она вытаскивает наружу слабости Маши лучше, чем любой другой игрок. Она заставляет двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Не важно, как или куда ты бьешь, она предугадывает реакторию, отбивает удар, именно поэтому ее сравнивают с летающими и жалющими насекомыми. Ты шлепаешь по щеке и думаешь, что избавился от него, а потом понимаешь, что она пролетела у тебя сквозь пальцы и тебе летит еще один мяч. Маша всегда придерживалась простой философии. Для того, чтобы быть лучшим игроком в мире, совсем не обязательно быть лучшим игроком в мире. Достаточно быть просто чуть лучше твоего соперника в день игры с ним. А философия ИНН по-видимому еще проще. Если нанесу по мячу еще один удар больше, чем она, то я выиграю. Это может превратить любую игру в долгий изматывающий матч. Всего ИНН была номером один мировой классификации долгих 117 недель и выиграла 7 турниров большого шлема. Это делает ее одним из лидеров мирового тенниса. Во-первых, жизнь похожа на зебру. 2008 год не был белой полосой Маша. За плохими новостями следовали худшие. Одна чертовщина накладывалась на другую. А началось все с Роберта Лансдорпа, ее тренера. Он больше никогда не тренировал Машу. Потеря была гораздо больше, чем можно себе предположить. Ведь у Атланспорта Шарапова училась не только плоскому удару и не только поняла необходимость бесчисленных повторений. Помимо этого он дарил ей свою дружбу и давал уверенность в себе. Лансдорп исчез в самый неподходящий момент. Именно тогда, когда начался самый тяжелый период карьеры Маши. Хотя сам по себе год не был таким уж плохим. Она выиграла свой третий турнир большого шлема. Первая серьезная вещь Шарапова рассталась со своим отцом как с тренером. Если Маша хотела доказать, что на что-то способна, что может быть самостоятельным игроком, самостоятельно выигравшим турниром, что Маша наконец стала взрослой, то сейчас самое время. И уволив отца, она взяла свою собственную жизнь под свой контроль. Маша послала отцу электронное письмо. И он не сильно расстроился, он это понял и смирился с этим. То изящество, с которым он покинул свой спост, был его последним великим поступком на посту наставника своей дочери. Еще одна серьезная вещь. При подаче плечо Маши стала побаливать. Боль становилась все сильнее и сильнее. Она стала настолько сильнее, что пропало желание играть. Так болело плечо при подаче. Маша теряла ритм, тонкость ощущений, уверенность в победе. Врач сказал, что это тенденит, правая ротационная манжета. Сухожилия напоминают такие широкие резиновые ленты, состоящие из множества небольших прядей. Они могут воспаляться и даже изнашиваться. Это и есть тенденит. Это скорее всего было связано с постоянно повторяющимся движением, которое Маша делает при подаче. Боль не утихала, боль становилась все сильнее. Второй врач сказал, может быть, это и был тенденит, но теперь он перешел в бурсит. А бурсит это воспаление ткани под связкой. сухожилие даже не было воспалено, оно было порвано. Много недель Маша играла с порванным сухожилием, отсюда вся эта боль. Была необходима операция. Концы сухожилия необходимо было соединить и сшить. Для теннисиста это очень серьезная операция. Несколько игроков перенесли ее, но ни один из них не смог вернуться на самый верх. Врач сказал вы сможете восстановиться, но вы же никогда не будете прежним. А Маше было всего 21 год. Она только достигла того, чего хотела, вывела свою игру и жизнь на тот уровень, к которому стремилась и теперь теряла все из-за какого-то крохотного сухожилия. После операции у Шараповой было такое ощущение, что у нее появлялось совершенно новое плечо, все еще онемевшее от пузырчатой упаковки и клейкой ленты. Надо было восстанавливать силу и подвижность. К чему Маша не была готова, что казалось для нее полным сюрпризом, так как это боли, нестерпимая боли. Маша испытывала ее каждый раз, когда поднимала даже небольшие гантельки, делала простые упражнения. Но у девушки не было права на отдых или на нытье. Продолжалось все это много-много дней. Каждый последующий день походил на предыдущую. Подача больше никогда не была похожа на ту, которая была у Маши в возрасте 17 лет. Она была не такая стабильная, не такая свободная, не такая расслабленная. Теперь приходилось больше рассчитывать на хитрость и стратегию. и собственная подача для Маши теперь была менее важна, чем прием подачи противника. В результате в некоторых аспектах Шарапова должна была достать лучше, но в некоторых хуже. Но в любом случае надо было учиться побеждать по-новому. А спортивные журналисты были заняты тем, что писали некрологии по поводу окончания спортивной карьеры Шараповой. А ей было всего 22 года. Она прожила хорошую жизнь, но сейчас все говорили, что она закончилась. С первых страниц практически всех изданий на Машу смотрело ее собственное лицо, под которым было крупными заголовки. С Шараповой покончен. Вот такие вот сволочи журналисты. Серьезным отношений у Маши не было до 22 лет. Его звали Саша Муячич. Он был славянским баскетболистом, играющим за Лос-Анджелес Лейкерс. И Маша решила дать Саше шанс. У них возникла связь, близость, взаимопонимание, которые, как тогда казалось Маше, могут связывать только спортсмены. Они, наверное, подходили друг к другу. У него был дом в Лос-Анджелесе, он был профессиональный спортсмен, высок. У него были восточноевропейский склад ума, он был близок со своей семьей. На бумаге все выглядело прекрасно. Но он не любил, когда ему напоминали, что у Маши своя собственная карьера, что ее дом лучше, доход выше. Маша это мало волновало, а вот для него это было важно. И они никогда не могли обсуждать тот факт, что в своем мире Маша была более успешна, чем у он в своей. Поэтому они жили у него дома и не говорили о подобных вещах. И просто продолжали отношения. Где-то через год после их начала отношений они объявили о помолвке. Он подписал контракт с турецким клубом. Теперь они месяцами находились дали друг от друга, и Маше появилось время обдумать то, как развиваются их отношения. Он бесился от того, что Маша не упомянула его в своей речи по поводу награждения. Ни о чем другом он не мог думать. Многие месяцы Маша ждала от него какого-то знака, какого-то намека, и вот она его получила и их отношения закончились. А пока Маша продолжала играть в теннис и играла очень много. Она не занималась ничем кроме тенниса. Она уже была не молодой, но еще и не старой. 27 лет для спорта такой возраст. Шарапова была в самой середине своего профессионального пути. Возбуждение первых дней уже прошло, а впереди ее еще ждало много дней и лет. Иногда Маша думает, правда ли, что эти годы самые сложные? Она уже рассталась с тем юношеским ревением, которое привело ее к первым триумфам. Уже достигла многого, узнала вкус побед и поражений. Но ради чего Маша играет? Она уже была первым номером в классификации, выиграла турниры большого шлема, Умблдон, открытый чемпионат США, открытый чемпионат Австралии. Неужели ради того, чтобы выигрывать их еще один раз? Пройти по тому же кругу подсчеты? Неужели этого действительно достаточно для того, чтобы заставить тебя тренироваться на корте день за днем? Надежда на память и величие, и разве этого достаточно? Неужели этого хватит? Скорее всего, нет. Это вся абстрактная хрень, годная для журналистов и полейщиков. Для Шараповой лучшей мотивацией всегда были вещи маленькие, а не огромные. Личные, а не глобальные. Ее плечо было уже не таким, как в возрасте 17 лет, но лучше она уже стать не могла. Маша выработала новый стиль. Она стала зависеть не столько от подачи, сколько от приема мяча. Речь шла все о тех же силовых плоских ударах с отскока, но теперь к этому добавлялось некое подобие закрутки мяча. Ведь с возрастом игра должна революционировать. Это случилось бы и в том случае, если бы с ее причем все было в порядке. Надо учиться сознательно делать то, что раньше ты делал инстинктивно. Надо искать небольшие преимущества и едва заметные возможности, чтобы совершить рывок. Карьеры великих спортсменов и не только игроков в теннис могут быть разбиты на несколько периодов. Так есть ранний Пикассо и поздний Пикассо, есть ранний Агаси и поздний Агаси. Молодой спортсмен знает, что выплескивает энергию, знает, как нужно играть. Старый знает, как ее беречь и как выиграть. Маша играла как профессионал уже 10 лет, играла неплохо, выигрывала множество турниров и держалась в первой пятерке рейтинг. Через 8 лет после победы на первом турнире Большого Шлема в Умблдот Маша наконец вернулась. Она оказалась на том же месте, в том же мире, но уже не была тем же самым игроком и тем же самым человеком. Девушка теперь видела все новыми глазами и действительно впервые стала восхищаться тем, что видела. Это дало возможность людям по-другому понять ее историю. Победа ребенка в большой игре вызывает восторг. Это новая жизнь, новое будущее, но насколько приятней, когда игрок, который был на самом верху и все потерял каким-то волшебным образом, возвращает себе все потеряное. Маша работала больше, когда-либо в жизни. Так и должно быть, когда постепенно стареешь. приходится прикладывать вдвое больше сил, чтобы выглядеть хотя бы половину так же естественно, как и раньше. Надо удваивать усилия, чтобы получить тот же самый результат. Другими словами, тренировка это все. Плохо потренировался, плохо сыграл. Если пропускаешь один день тренировки, то, скорее всего, покидаешь следующий турнир на день раньше. Другими словами, за все приходилось платить. Если ты тратишь один день на себя любимую, то теряешь один день на корте. В 14-м году на Ронан Горось Маша уже была зрелым игроком и победы доставались ей нелегко, приходилось биться за них. Но наступил 16-й год и Маша не прошла тест на допинг. Шарапов всегда была очень осторожна, но в какой-то момент расслабилась, привыкнув к мысли, что добавки, которые она принимала, вечно будут в списках разрешенных. ITF обратила внимание на мельдони, не потому, что это стимулятор, а потому, что его принимали слишком много спортсменок из Восточной Европы и России. Логика агентства была следующая. Если сотни атлетов принимают препарат, то, наверное, они считают, что он дает им преимущество. Маша проявила легкомыслие, но и ITF не обратил внимания сотен игроков на тот факт, что она неожиданно запретила использование препарата, который абсолютно легально принимали миллионы людей. В этом была уже ошибка федерации. И вот проблема, которую можно было легко решить, превратилась в серьезный кризис. Девушка чувствовала себя обманутой, загнутой в ловушку таким бездарным предупреждением ITF. Газеты реально набросились на Шарапову, называли ее манчицей, лгунией, сравнивали с известными спортсменами-мошенниками. Девушка была в дерьме, в полном дерьме, так она себя описывала. Всю тренировку она проплакала, но выполнила все, что должна была выполнить. Именно тогда она поняла, что все это будет ужасно и нечестно, на что она с этим справится. Где-то в глубине души она чувствовала, что выживет. Машу временно отстранили от соревнований. В тот момент все выглядело так, что она никогда не сможет вернуться, но Маша продолжала тренироваться. И не только для своего физического состояния, но и для психического здоровья тоже. Принимая во внимание то, что мельдоник был в списке наблюдаемых препаратов в течение всего пятнадцатого года, агентство знали, что он присутствует в организме Маши. Шарапова сдавала кровь и мочу вот уже много лет. Почему же они не предупредили о том, что происходит? Все это напоминало подставу и ловушку. Не приходило дня, чтобы Маша не размышляла о том, как попытаться добиться возвращения. Шарапову отстранили на два года. Окей, это не максимальный срок, не четыре года, но сможет ли она вернуться после двухлетнего перерыва, когда ей будет тридцать один. Маша чувствовала себя девяностолетним стариком, которого приговорили к десятилетнему сроку. Шарапова с юристами стали готовиться к следующему слушанию, которое должно состояться в СС, в высшем спортивном арбитражном суде. этот суд является международной квази-юридической организацией, основанной Олимпийским комитетом еще в 1983-м. Само разбирательство превратилось в наказание. Маша поняла, что ей нужно что-то еще помимо тренировок, ведь речь шла о ее рассудке. Маша всегда интересовала бизнес, так что она записалась на двухнедельные летние курсы в Гарвардскую школу бизнеса. В некотором роде этот длинный вынужденный перерыв даже помог Маше. Она ведь страдала от целого ряда мелких травм, повреждений, непрекращающихся боли. В первые месяцы того года она мучилась от боли в кисти, а теперь смогла его вылечить. Маша играла в теннис практически каждый день с того самого момента, когда исполнилось 4 года и практически не давала своему телу возможности восстановиться. И вот теперь впервые за многие годы Маша стала залечивать травмы. Это было смешно. Маша была отстранена от соревнований, но в результате этого отстранения она чувствовала себя лучше и лучше готова к соревнованиям, чем раньше. Апелляционный суд сократил срок отстранения с двух лет до 15 месяцев, большую часть из которых уже прошла. Сейчас Маша думает только о том, чтобы продолжать играть столько, сколько сможет. Пока не уберут сетку на корне, пока не сожгут ее ракетки, пока они не попытаются удержать ее. Хотелось бы посмотреть, как это у них получится. меня зовут Андрей Колесников, под видео вы найдете текст моего рассказа. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии. До новых встреч!